Росгвардия получит собственные ЧВК. Традиционные ценности в образовании теперь закон. Крупнейший хостинг блокирует сайты россиян. Всем привет! Это новости на канале Ходорковский лайф. В студии Кирилл Седов я расскажу о главных событиях дня. Ставьте лайки, мы начинаем. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие подразделения, а также наказывать за критику в отношении ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты российского парламента. В первую очередь документ наделяет добровольцев Росгвардии теми же правами, что и участников добровольческих формирований Минобороны России. Добровольцев, как уточняется в законе, будут привлекать для выполнения, цитата, «отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций». Создавать добровольческие подразделения Росгвардия сможет по решению президента. Ранее один из соавторов этого законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн, обосновал необходимость появления добровольческих формирований тем, что Росгвардия участвует в войне против Украины так же, как и Минобороны России. Также Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений. Теперь там устанавливается ответственность за дискредитацию и фейки в отношении добровольческих подразделений Росгвардии. Американская хостинговая компания GoDaddy, это крупнейший в мире регистратор доменов, предупредила клиентов из России, что откажется от работы с ними в 2024 году. Уведомление от компании выложил в Твиттере журналист отдела медиа и телекоммуникации коммерсанта Юрий Литвиненко. Аналогичное письмо получили журналист Олег Кашин и один из сотрудников «Медузы», пользующийся услугами GoDaddy. В письмах говорится, цитата, «По нашим сведениям вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, можете находиться в Российской Федерации. Если наша информация верна, доступ к вашим аккаунтам и или связанным услугам будет закрыт 31 декабря 2023 года». Конец цитаты. «Если у клиента из России есть домен на GoDaddy, ему нужно начать процедуру переноса к другому регистратору до 31 декабря». Об этом предупреждает компания. «Ваш доступ ко всем данным и контенту, хранящимся у нас, будет закрыт 31 декабря. И мы не сможем предоставить вам резервные копии», заявили в компании. Соратники Алексея Навального уже целую неделю не знают, где находится политик. 7 декабря его не подключили по видеосвязи к заседанию суда, в котором он должен был участвовать. Адвокатам политика тогда же отказали в посещении их клиента. 11 декабря Навального вновь не подключили к суду. В этот же день сотрудники ИК-6 сообщили, что у них Навальный больше не числится. Куда его перевели, в колонии уточнить отказались. Исчезновение Навального может быть связано с тем, что его этапировали в колонию особого режима. В учреждении именно такого типа, самого строгого среди исправительных колоний, он должен отбывать наказание в виде 19 лет лишения свободы. К этому суд приговорил политика в августе 1923 года по делу об экстремизме. Ситуацию с Навальным уже комментируют на Западе. Вот цитата главы евродипломатии Жозепа Борреля. «Очень тревожные новости о том, что информации о Навальном нет уже 7 дней. Политическое руководство России несет ответственность за его безопасность и здоровье в тюрьме, за что будет привлечено к ответственности. ЕС повторяет свой призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению из-под политически мотивированного тюремного заключения». Конец цитаты. Высказался и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но, как обычно, в общих словах. Мол, Кремль не знает, что там с Навальным, за ним не следит и не интересуется его местоположением. А еще Госдума закрепила традиционные ценности в образовании. Соответствующий закон принят сегодня в третьем чтении. Новые поправки в закон устанавливают, что педагоги обязаны формировать у школьников и студентов чувство патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Как сказано в пояснительной записке к документу, цитата, изменения послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа. Конец цитаты. Но накануне стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о запрете пропаганды child-free. Это были новости на канале Ходорковский лайф. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать все самое важное. Посмотрите другие видео на нашем канале, они вокруг меня, там тоже много интересного. Меня зовут Кирилл Седов, увидимся, пока. Продолжение следует...